Святитель Иоанн Златоуст в беседе о том, что внимательному ничто повредить не может. Общее у людей предубеждение с продолжением времени укоренившееся в умах многих людей, как бы какой оратор по всей вселенной возвещает и говорит так, все изотвратилось в роде человеческом, везде великое смятение, ежедневно многие терпят обиды, угнетения, притеснения и вред. Слабые от сильнейших, бедные от богатых, и как невозможно исчислить волн морских, так и множество обижаемых, угнетаемых, страждущих. Ни действия законов, ни страх судилиш и ничто не останавливает этой заразы и болезни, но с каждым днем умножается зло. Везде стон, плач, слезы обижаемых, и поставленные для исправления этого судьи сами увеличивают бурю и усиливают сию болезнь. Посему многие из неразумных и несчастных, впадая в необычайное неистовство, обвиняют в проведении промысл Божий, когда видят, что смиренного часто влекут, терзают, мучают. А дерзкий, наглый, бесчестный и происшедший от бесчисленных обогащается, облекается властью, бывает для многих страшен, причиняет бесчисленные бедствия смиренным. И эти несправедливости происходят и в городах, и в селах, и в пустынях, и на суше, и на море. Итак, нам необходимо предложить эту беседу для опровержения вышесказанных слов. В ней будет доказано, что каждый обижаемый не от других терпит вред, но сам от себя. А чтобы речь наша была более ясной, прежде всего исследуем, в чем состоит совершенство человека, что вредит ему и что вредит ему только на первый взгляд, а в самом деле не вредит. Итак, посмотрим, что вредит человеческому роду и от чего повреждается совершенство человека. Многие по своим погрешительным мнениям считают вредным для нашего достоинства различные. Одни – бедность, другие – телесную болезнь, иные – потери имения, другие – злословие, иные – смерть. И непрестанно о том сокрушаются и плачут, и, жалея испытывающих это, оплакивая их и изумляясь, говорят друг другу, Какая беда случилась с таким-то? Он вдруг лишился всего имения. А иной говорит о другом, такой-то подвергся жестокой болезни, и посещающие его врачи отчаялись его жизни. Один сетует и плачет о заключенных в темнице, другой – обызнанных из отечества и отправляемых в ссылку, иной – о лишенных свободы, другой – о похищенных врагами и взятых в плен. Иной – о потамнувших или сгоревшем, другой – о задавленном обрушившимся зданиям, а никто не плачет о живущих нечестиво. Ну что всего хуже, часто даже называют их счастливыми. Это бывает причиной всех зол. Итак, покажем, что ничего из вышесказанного не вредит человеку внимательному и не может причинить вред его достоинству. Подлинно скажи мне, какой вред причинен достоинству человека тем, что он лишился всего имения или что у него отняли все клеветники, разбойники или домашние злодеи. Впрочем, если угодно, изобразим наперед, в чем состоит достоинство человека, в чем же состоит его достоинство. Не в богатстве, так чтобы тебе бояться бедности. Не в тесном телесном здравии, так чтобы страшиться болезни. Не во мнении народном, так чтобы смотреть на худую молву. Не в том, чтобы жить просто и без пользы, так чтобы для тебя была страшна смерть. И не в свободе, так чтобы убегать рабство, но в точном соблюдении истинного учения и в добродетельной жизни. А этого и сам дьявол отнять не может у того, кто имея, сохраняет это с надлежащим тщанием. Знает об этом и бес лукавый и лютейший. Посему и Иова он лишил имущества не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы заставить его произнести какое-нибудь богохульное слово. И тело его поразил не для того, чтобы сделать больным, но чтобы поколебать добродетель души. Но, несмотря на то, что употребил все свои хитрости из богатого, сделать его бедным, что для нас кажется ужаснее всего, из многочадного бездетным, и растерзал все тело его гораздо хуже, нежели палачи в судилищах, ибо не так ногти их терзают, ребра попавшихся им в руки, как уста червей грызли плоть его. И произвел худую о нем молву, ибо друзья его присутствовали, говорили, что он недовольно наказан за свои грехи, и много взносили на него обвинений, и не из города только, или из дома издан он, и переселен в другой город, но смрадный помет сделался для него и домом, и городом. Однако не только немало не повредил ему, но своими кознями сделал его более славным. Он не только не отнял у его ничего из имущества, хотя отнял столько, но и доставил ему больше богатства. Добродетель. Подлинно его стал иметь после того большее дерзновение, как подвязавшийся труднейшим подвигом. Если же тот, кто столько потерпел, и притом потерпел не от человека, но от злейших всех людей беса, нисколько не понес вреда. Но кто после того может иметь извинения, когда говорит, такое-то сделал мне несправедливость и нанес вред. Если дьявол, исполненный такой злобы, употребив все свои орудия и пустив все стрелы и все, какие есть у людей бедствия, с преизбытком обратив и на дом, и на тело праведника, не сделал никакого вреда этому мужу, но, как, говорю, еще более пользы принес ему. Но как могут иные обвинять того или другого, как будто от них, испытывая вред, а не от самих себя? Как же, скажешь, разве не сделал дьявол вреда Адаму, не довел его до падения и не изгнал из рая? Нет, не он сделал это, а небрежность падшего, невнимание к себе и небодрствование. Ибо тот, кто, употребив столько и таких средств, не мог победить Иова, мог ли бы при меньших усилиях преодолеть Адама, если бы этот по своему небрежению не выдал сам себя? А как? Неужели тот, у кого по козням клеветников отнято имение, не потерпел вреда, лишившись всего имущества и потеряв отеческое наследство и впавши в крайнюю бедность? Не потерпел вреда, но еще получил и пользу, если он внимательно к самому себе. Ибо скажи мне, какой вред причинило это апостолам? Не с голодом ли жаждой и наготою непрестанно боролись они? Но по этому самому они и были весьма славны и знамениты, и великую получили помощь от Бога. А какой вред Лазарю причинило болезнь и раны, не считая беспомощность, одиночество? Не за то ли и особенные сплетены венцы ему? Какой вред был для Иосифа от того, что о нем была худая молва и в собственной земле и в чужой? Если считали и прелюбодеев, и блудникам, повредило ли ему рабство? Повредило ли удаление за честь отечества? Не поэтому ли особенно мы и удивляемся ему, и изумляемся? Ну что говорить? И сама смерть, какой вред причинила Авелю? Смерть насильственная и безвременная, и нанесенная братовой рукой. Не потому ли и прославляется он по всей вселенной? Видишь ли, как речь моя доказала более, нежели сколько и обещал. Ибо она показала, что не только никто не терпит вреда от кого-то другого, но еще больше получает пользу внимательный самому себе. Для чего, скажешь, наказание же и мучение? И для чего это гигиенно? Для чего столько угроз, если никто не терпит вреда, и никто и не делает вреда? Для чего же ты спрашиваешь? Я не сказал, что никто не делает вреда, но что никто не терпит вреда. Как же, скажешь, может быть, чтобы никто не терпел вреда, когда многие делают вред? Иосифу сделали вред, братья, но он сам не потерпел вреда. И на Авеля злоумышлял Каин, но он не получил вреда от злоумышления. Для того и наказание, и мучение. За добродетельность страждущих Бог не уничтожает наказание, но за нечестие порочных определяет мучение. Ибо хотя страждущие от злоумышленников и делаются славнейшими, но это зависит не от намерения злоумышляющих, а от мужества, подвергающихся злоумышлению. Почему последним определяются и готовятся награды за любомудрие, а первым наказание за злобу? Лишен ли ты богатства? Говори, нак, я вышел из чрева матери моей, нак, и возвращусь. Иова 1, глава 21 стих. При Баффе вел и апостольское изречение. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофеев 6, глава 7 стих. Идет ли о тебе худая молва и бесчисленные злословия, осыпает тебя? Вспомни следующее изречение. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Лука 6, глава 26 стих. И еще блаженны вы, когда пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Лука 6, глава 23 стих. Издан ли ты за пределы Отечества? Представь себе, что ты не имеешь здесь Отечества, но если хочешь быть любомудрым, то и всю землю тебе заповедовано считать чуждою. Подвергся ли ты жестокой болезни? Скажи апостольские слова. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Тимофеев 4, глава 16 стих. Потерпел ли кто-то насильственную смерть? Представь себе и Анна, и голову отсеченную в темнице, принесенную на блюде, и отданную в награду за пляску блудницы. Представь себе и награды за то, что все эти страдания, когда они причиняются кому-либо непресправедливо, очищают грехи и доставляют праведность. Так, велика от них польза для тех, которые переносят их мужественно. Продолжение проповеди. В следующий раз. Продолжение проповеди, а внимательно к самому себе. Святитель Иоанн Златоуст. Итак, если не лишенные богатства, и ни клеветы, и злословия, ни изгнанные, ни болезни, ни страдания, ни самая смерть, которая кажется страшнее всего, не причиняет вреда испытывающим это, но еще и приносят пользу, то от чего, покажи мне, может кто-нибудь потерпеть вред, когда от этого он не терпит никакого вреда? Напротив, я постараюсь доказать, что те особенно и терпят вред, испытывают мучения и не сцельную страждут, которые причиняют это и другим. Кто может быть несчастнее Каина, который так поступил с братом? Кто жальше жены Филипповой, которая отсекла у Иоанна голову? Или братьев Иосифа, которые продали его и удалили за пределы Отечества? Кто несчастнее дьявола, который подверг Иова таким бедствием? Ибо он не только за прочие дела, но и за это злоумышление понесет великую казнь. Видишь ли, как и здесь беседа наша высказала более обещанного, то есть что угнетаемые не только не терпят никакого вреда от злоумышленников, но даже все обращаются на голову злоумышляющих. Подлинно, если не богатство, и не свобода, и не жизнь в Отечестве, и не другое, что-нибудь из вышесказанного составляет достоинство человека, а добродетели души, то следует, что когда вред касается тех благ, то человеческое достоинство нисколько не терпит вреда. А что, если бы кто-нибудь лишился душевного любомудрия, и в этом случае, получая вред, он терпит его не от другого, а от собственного, самого себя? как скажешь, собственно, саму от себя, когда он, испытывая от кого-нибудь бичевания, или изъятия имущества своего, или другое какое-нибудь тяжкое притеснение, произнесет какое-либо богохульное слово, то здесь он терпит вред, и вред весьма великий, но не от притеснителя, а от собственного малодушья. Ибо, как прежде говорил я, и теперь скажу еще, никакой человек, хотя бы он был тысячекратно, зол не может ни на кого напасть свирепее и с большей яростью, нежели злой бес и непримиримый враг наш дьявол. Однако и этот злобный бес не мог преодолеть и не зложить человека, жившего прежде закона и прежде благодати, хотя со всех сторон пустил в него столько язвительных стрел. Каково благородство души? Оплавил. Не потерпел ли он столько бедствий, что и исчислить трудно? Он жил в темницах, был окован цепями, водим с места на место, терпел бичевание от иудеев, был побиваем камнями, был терзаем по спине не только ремнями, но и жезлами, тонул в море, часто попадал в руки разбойников, терпел гонения от соотечественников, непрестанно был поражаем врагами и знакомыми, подвергался бесчисленным злоумышлениям, боролся с голодом, с наготою, и другие постоянные непрестанные переносил бедствия и скорби. Ну, что много говорить. Он умирал каждодневно, и однако, перенося столько и таких бедствий, он не только не произнес ни одного богохульного слова, но и радовался и хвалился этим. В одном месте говорил он, ныне радуюсь в страданиях моих, колоссиным 1 глава 24 стих, и в другом говорил, хвалимся и скорбями, римлянам 5 глава 30 стих, если же он при таких страданиях радовался, хвалился, то какое извинение, какое оправдание будешь иметь ты, который не перенесешь и малейшей части их, а еще богохульствуешь. Так во всем никто другой не может вредить тому, кто сам себе не хочет сделать вреда. И напротив, кто не хочет бодрствовать и исполнять должное со своей стороны тому, никогда никто не доставит и пользы. Посему дивная история Писания, как бы на какой высокой, великой и широкой картине описывает для тебя жизнь древних, продолжая повествование об Адама до пришествия Христова и представляет тебе как падших, так и увенчанных, дабы всячески вразумить тебя, что тому, кто сам себе не делает вреда, никто другой повредить не может. Хотя бы вся вселенная подняла против него жестокую войну, ни затруднительность обстоятельств, ни перемены времени, ни угнетения сильных, ни тучи злоумышляющих, ни множества несчастья, ни совокупность всех человеческих бедствий не могут немало поколебать мужественного, внимательного и бдительного человека. Напротив, нерадивого, беспечного и незаботящегося о самом себе ничто не сделает лучше, хотя бы употреблены были тысячи пособий. Тоже показывает нам и притча о тех людях, из которых один построил дом свой на камне, а другой на песке. Я читаю Матфея 7 глава 24 стих. Это не для того, чтобы мы представляли песок и камень или строение из камней и кровлю или реки и дождь и сильные ветры устремляющиеся на здания, но чтобы от них умозаключали о добродетели и пороки и видели отсюда, что никто не вредит тому, кто не делает вреда сам себе. Итак, ни дождь, падавший силою, ни реки, стремившиеся с великой быстротой, ни жестокие ветры, ударявшие сильным порывом, нисколько не поколебали того дома, но он остался твердым и неподвижным, дабы ты знал, что кто не выдает сам себя, того никакое искушение поколебать не может. А дом другого скоро обрушился. Не от силы искушений, ибо иначе и с другим было бы тоже, но от собственного безумия строителя он пал не потому, что подул ветер, но так случилось с ним, потому что он был построен на песке, то есть нерадиво и негодно, ибо он еще прежде, нежели буря устремилась на него, был слаб и готов к падению. Такие здания, хотя бы никто не трогал их, сами собой разрушаются, потому что основания их расторгаются и совершенно рассыпаются. Как паутина сама собой разрывается, хотя бы никто не прикасался к ней, а адамант и под ударами остается целым. Так точно и те, которые не вредят сами себе, хотя бы испытывали бесчисленные множество ударов, становятся более твердыми, а выдающие сами себя, хотя бы никто не трогал их, сами собой увлекаются, теряются и погибают. Так погиб Иуда, который не только не подвергался никакому подобному искушению, но и пользовался великим попечением от Господа. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.